И тут, тадададададан, выносят черный ящик. Да-да-да-да. Доктор говорит, там либо пан, либо пропав, типа по-нашему, знаешь? Або что-то очень классное и необходимое, або что-то вообще вам не нужно. Что может там быть? Я думаю, там есть все, что нам нужно. Синяя предлагает руку в скалку. Мы предлагаем еще руку в венчик. И они предлагают глаз и забирают. Мы такие, забирайте. Пожалуйста. Пустота! Пусто! Наташа, отойди! Да-да-да-да! И я внутри себя прямо обрадовалась, потому что, имея курицу, это у нас плюс еще одно блюдо. Можем сделать сациви. Видел они курицу выграют? Не слышно! Не слышно! Как можно стоять ровно? При такой музыке стоять может только мертвый. В повязке, да. СМИ, оно тоже приеднулось до нашей группировки пиратиков маленьких. Скалку я беру себе и сотейник про клавиа Ектера. Юрий. Что? Я могу тебе так передать? Следующий лот – это рис, мука. Ну и мы за этот лот были готовы отдать все, в том числе и Руслана. Точнее, мы за этот лот были готовы отдать просто Руслана. Нам это надо. Нам это надо. Нам это надо. Эти ингредиенты – это золото было для нас, золото. Для того, чтобы было вкусно. Какая из команд что готова дать? Мы тем красным подлюкам все предложили, что могли. Команда синих сделала следующее предложение. Уши, глаз, человек-толкушка. Но они падли нас добыли. Они шляпу у него в кинце. Тотальное обезвреживание? А в нас не проходило. Мы не могли дать уже тотальное обезвреживание, потому что все сцепления, привязания и тотальное обезвреживание мы не можем дать. Мы не можем торговаться тотальным обезвреживанием. Все. Наша песенка спета. Лот уходит команде «Красный». Этот лот достается нам за руку толкушку Вики, за Сашин глаз. За мое полное обездвиживание и за наушники, за уши мои. Ну что там, порешали уже или нет? Давайте что-то делаем. Последний лот. Виноградные листья, гранат, виноград. Понимаете, ну все что надо. Молочка вся, плюс яйца. Я за этот лот готова отдать все. Почему? Потому что они не смогут готовить. Им не на чем и не с чего будет готовить. Итак, стартовую стоимость назначаете вы. Синяя предлагает глаза. Я говорю, что за этот лот глаза? Я говорю, давайте тотальное обезвреживание. Садите меня, говорю, садите меня. Ну конечно мы собираемся посадить Вику. Саша такой, нет, ну из чего же Лена будет готовить? Ну давайте их пожалеем. Продано. Все. Да ну, они так дешево. Они бесплатно забирают. И мы просто просрали свой последний самый офигенный лот. Мы сорвали куш. Весь Кавказ с горами, под горами и за Кавказом был у нас прямо на, перед нами, на нашей стойке. Мы надели оце окуляры, плюс до того еще Юрий. Юра, блин, вообще, вообще обезврежен. Понимаешь? Только вот это передвигается за Натаху, как слепой и повадырь. Вот это собака-повадырь, знаешь. Натаха у него собака-повадырь. У нее сегодня даже два ухо таких было. Натаха, собака, его повадырь было. Не благодарить. К отцу постарался, к отцу постарался. Все нам продал. Вы знаете, я поражена. Нам сказали, что у нас здесь полтора часа на готовку, и должен получиться у нас обед из трех блюд. Пошли. Подождите. Наташа, ты что, вчера приходит? Свет, идем. Давай, ты заря отставай. Начинайте. Плиты включайте. Глухота и темнота. Нет, не глухота, музыкальность. В первое время мне очень нравилась эта мелодия. Такая ударная. Там что-то было на английском, только в конце было у-у-у. Вот это когда у-у-у, я думала, конец мелодии, фиг. Это заканчивалось. Она и опять начиналась она. И какой-то запах, ну такой, какой-то запах пошел, как будто что-то буркотело или жарилось. Но запах такой шел, как будто как орехи жарились. Вот такой какой-то запах. Та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты могу он чем-то помочь? Оля, пой песню. Та-та-та-та-та. У меня голоса нет, я вспела. У меня рок играет. Я не узнала, сколько времени мне будет сидеть, как надо. Час, два, три. Ни хто мне уже не покажет, не скажет и ни фига. Кожен раз знал, что мы готовим. Уже все знали, что мы будем готовить долгу, что мы будем готовить садцинги. Нам на садцеве надо бедро сварить. Одно только бедро. И бульон варите. Вместе с этим всем бульон варите. Я на себе сегодня очень большую ответственность чувствовала. Потому что я сама с Арменией, и это Кавказ, это часть культуры Кавказа, которую мы сегодня готовим. И, конечно же, я прямо внутри чувствовала, что, божечки, божечки, главное лицом в грязь не ударить. Да, думаю, на меня будут смотреть армяне, грузины, мои друзья, мои родственники. Нам нужно мацуни. Я не буду зарубить. Ну смотри, надо закислить что-то. У нас есть вино, есть сливки и молоко. Если мы выпарим белое вино чуть-чуть, сделаем кислые сливки. Сливки надо крепкое, чтобы было. Хорошо. У меня была задача подумать, каким образом мы в этот весь процесс засунем соль и перец. То есть откуда мы это возьмем? Включила всю свою фантазию, попробовала брынзу, дала всем попробовать. Говорю, это же соленое, соленое. Я опять говорю, простите мне все люди Кавказа, но я в долму засунула брынзу. Мне надо было туда дать соль. Мы смотрим, а там такая картина просто маслом. Вика глухая и кричит на Катю, ну гавкает Вика на Катю, а Катя в этом ономортник, а гавкает на Вика. Одна слава, это такая картина, это такие экшеновые, Господа, Павелы. Я наряжу лук давай, лук давай, возьми сама себе лук давай. То есть мы обсуждаем, что мы будем делать плов, хотя у нас нет моркови. Ну можно сделать с перцем, сотей из овощей. И типа томатная заправка с кусочками мяса, с чили, перцем и с бульоном. Мы еще решили сделать лепешки. Лепешки? Короче, это... Посолили, посолили! Ты посолил, ты посолил, ты посолил! Саша, швец, давай со своим коромыслом, знаешь, руки коромысла. Вот. Еще ведер не хватало в руках. Руслан у нас сидит как капитан в зрительном зале, парализованный. Вот. Николай Николаевич почему-то во втором ряду, в третьем ряду сидит. На каком-то расстоянии его отодвинули подальше. Ну, Олег ходил вообще, вот действительно робот Вертер. Вот это все щупает, понимаешь, там щупает. На машине ехали уроды, по кривой извилистой дороге, ехали живого хоронить. Хотелось что-то сделать. Ну, понятно, что ты не можешь делать, потому что ты практически изолированный. Но я почувствовал, что если бы меня кто-то поставил на какой-то процесс, подумали, на какой процесс можно поставить человек с одной рукой. Поставьте, я буду мыть что-то, вдруг шлях и помил, и буду мыть. Давайте я буду тесто месить. Никто ничего не каже, говорю, я смогу варить рис, я мог бы его мешать даже. Поставьте меня, я не вижу. Мене кто-то поставил, я налапал перец в своем сотейнике, помил перец, стоять два штуки. Ну, можно что-то сделать, можно. Он мыл их пять минут. Таких чистых овощей еще никогда не было на кухне мастер-шеф. Говорю, все, помыл, молодец. Дайте мне что-то делать. Катя, отведи Олега, отведи Олега, он мешает. Иди сюда, Олег, иди сюда ко мне, становись и стой здесь. Потом кто-то из меня хопает, здесь завели вообще непонятно куда, завели, поставили. Опять раковина, пока здесь ничего нету. Вы меня что, переставили или что? Да! Слушай, пока я вернулся туда-сюда, пока я почистил этот лук, подбежал кинуть в сотейник. Опять мой блудный сын в блуду. Оце понимаешь? Слышал на кухне. Ого! У меня нема сил, честно. Я нянька? Чи шо? Ну че я мусил, целый таскачивал. Я его беру за руку и говорю, ты шо тут делаешь? Я говорю, на место пойди. Саша, между нами поставь его. Что, мы будем стоять вот так? Да! Что ж стоять? Ты меня слышишь? Он срывает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Э-э-э-э! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отмотал. Николаевич! Все, не б**ть будут! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Существовали? Не хотите, чтоб я варил рис? СМЕХ Все, мы, как бы, это делаем, и Вика начинает делать плов. Где моя кастрюля? Кастрюля с вату! Чтоб я знал, где. Задолбала уже, мать твою. Я поставила кастрюлю. Эйди ты зад уже, не ревни в ухо. Я просто не могу ничего сказать. Я глух. Я реально глух. Чисть лук, нарежь мне лук. Кубик маленький нарежь и почисть. Вика, мы не глухие. Глухая только ты. Перец нарезан. Этот болгарский лук нарезан. Все готово. Я все засыпала. Залила плов водой. Ну и варю его. Вика, не мешай плов. Подожди. Да не мешай. Накрой его. Иди сюда. Я-то залила его горячей водой плов. То есть уже, ты понимаешь, уже у меня, грубо говоря, раз залила горячей, значит, уже процесс приготовления будет быстрее. А они не знали же, что я горячей водой залила. А они мне, они давай крышкой его закрывают. Ну, типа, чтобы он быстрее сварился, понимаешь? Мы с Олегом попадаем вдвоем за поверхность, добираемся до поверхности. Я стараюсь поговорить с Викторией и обсудить с ней вообще перспективу этого плова. И понимаю, что перспективы у плова нет. Он уже почти готов, а рис еще не сварил. А уже готов, а вода еще не выпарилась. Не закрывает. Ты еще воды долила? Не закрывает. Зачем ты воды долила? Воду зачем ты долила? Он не сырой. Воду зачем ты долила? Воду зачем налила? Рис сырой? Все. Я сниму эту крышку, не закрываю. Я сниму, не закрываю. Я же это не случайно делаю, ты понимаешь? Потому что, ну как ты думаешь, что я не понимаю, для чего крышка надо закрыть? Или если я открываю, я что, не понимаю, для чего я это делала? Потому что я горячую воду залила? Потому что мне надо, чтобы быстрее вода выпарилась, иначе под крышкой оно будет там кваситься. Вика, закрой плов! Не закрывай! Не закрывай! Оно не выпарится! Ты понимаешь или нет? Я готовлю свое блюдо, они ко мне лезут. Ты понимаешь, я к ним нет, они ко мне лезут. Вика, закрой! Не закрывай, я тебе говорю! Ты понимаешь, чтобы вода выпарилась? Слышишь? 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 Как она орет! Кошмар! Кошмар! Ой, я не могу! Закрываю ей рот. И тут Вика замолчала. Позже я после этого не слышала от нее практически ни одного звука. Ну это нужно карать за это, ну зачем ты делаешь? Я опять, понимаешь, опять себя сдержала. Чтобы после этого жеста я должна была ей, блин, там тоже что-нибудь сделать, понимаешь? Слушай, блин, у них всех отонет, аж обидно. Ленка! Как? Я бы тебе сказала, как. Ты не поверишь, мы как-то в тотем научились. Она вот это падает у нее рука и мне надо было резко свою упустить, понимаешь? Она начинает все легко об свою руку быть, я резко свою. И вот это в таком тотеме работала. Сами с себя ржала, ей Бог. Мы с ней работаем в унисон, у нас прямо синхронное плавание такое, знаете? Давай, я буду заогучивать, бери базилик добавляй. Весь цель? Оце веточка, да? Шо у вас падает на меня? Мясо! Ау-класс! Пожарили еще шарики из сулугуни, такую под гарнировку для люля-кебаба с нашарабом. Вроде бы все у нас уже готово. И мы решили, что все, уже начинаем презентацию. Цветульчик, идем, идем, идем. Там все нормально, там у них все хорошо. Так за ждем. Поставляют тут три тарелки и будешь тут передо мной делать презентацию. Внимание, пошла последняя минута. Что они делают? Они, ну, вот сейчас Вика... Они вытирают тарелки? Вика молодец, да, 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 Вика вытирает тарелки, молодец. Викуся, Заяц, Вика, Зайчик, вытри тарелки. Все, да. Я не знаю, что вы там наробили, но я тебе доверяю. Вот, я недоволен презентацией был, я недоволен был блюдами, но уже то, что есть, то есть, и будем довольствоваться тем, что есть, да, поэтому не будем сильно здесь выеживаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять. Соуса багато. Четыре. Вы почула меня, багато соуса, чтоб мне Татьяна опять не сказала, что я этого соуса капнула. Три. Два. Один. И время вышло. Отойдите, пожалуйста, от рабочих столов. О май гад. К вердиктам пошли мы первые, нас вызвали первых, мы отнесли наше блюдо, встали перед судьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот же, что за страва леворуч видмены? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это люля-кебаб с соусом наршарап. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... А переди мною? Перед вами наша интерпретация сациви. Ага, интерпретация сациви. И... А праворуч? А это долма с мацони. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мені подобається ваша презентація. Усе доречно. Пробую долму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, долма нравится. Ты понимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нравится долма. Нравится соус, долма. Все нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очікував, що страва буде прісною, бо не уявляв, як можна приготувати кавказьку страву без солі. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Але ваша долма каже мені, що ви вмієте знаходити вихід з критичних ситуацій. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соусу не багато і не мало, а так, як треба. І він вдало підкреслює смак баранині. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я дуже сильно переживала за те, що в долме вообще нету риса. І... Там брынза! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Начинаю пробовать наступным саргей. Питается, в кого это была такая идея, то есть этот сыр так за фритюр, это подать на соус. Наташа. Я просто увидела еще большой шмак сыра, и мне захотелось их сделать а-ля в фритюре. Наташа, вы начинаете применять кулинарную фантазию, и у вас появляются некие навыки даже поварские. Вы учитесь явно. Боже, я за ней порадовалась. Давай-давай, Наташа, работай. Ты уже сделала сыр в фритюре, это вообще-то молодец. Сергею все нравится. Вот нравится. Вкус супер, классная консистенция фарша, соус супер, сыр супер, все супер. Мы скуштували ваши стравы. Будь ласка, забирайте их, та повертайтесь на ваши места. Команда красных. Вот, значит, в состоянии прихода в себя, находясь в том вот аффекте, который был после музыки, стоим возле судьи. Судьи начинают обсуждать со мной меню. У нас кавказский плов, мясо с бобовыми, с перцем. И также у нас, я так понимаю, сате у нас с лепешками. И все блюда приправлены характерными для кавказской кухни специями. Почну с того, что тарелки чистые, не зважаючи на те, что у вашей команды майже не было рабочих рук. Слава Богу. И что до презентации, то для меня вона занадто грубая. Хотя, с другого боку, кавказские не церемонятся, а подают стравы схожими гірками. Ну, пробуют сате. Говорят, что там слишком было много чеснока. Хотя мне казалось, что там не много чеснока. Может, это я просто люблю такое чесночное. Сегодня я точно уже не піду на побачение. Пробую театр плов. Руслан, а почему плов кавказский? Почему вы назвали этот плов кавказским? Я могу сказать так. Пожалуйста. Плов по-кавказски на самом деле приготовлен Виктория. И это делает его пловом по-кавказски. Причем тут я? Я совсем не кавказская национальность. Я вообще... Я, честно говоря, фонарела. Думаю... Или он вообще... Или у него что-то с головой. Или я не знаю. Ну, я вообще не могу понять, чем он... Как... Вот такие у него... Откуда у него такие мысли вообще? Один раз скажу, что ваш рис разварился. Это уже не плов. Это просто рисовая каша с мясом, яка не имеет ничего общего с кавказскими островами. Потому что он под крышкой все время стоял. Вика, он не стоял под крышкой. Он все время стоял под крышкой. Да-да-да, ну разварен. Ну ничего. Тогда я кричала, говорю, снимите крышку, снимите крышку. Потому что он не выпаривается. Вика, вика, вика. Вика, вика. Виктория. Вика, вика. 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 говорить это мясо с фасолью и перцем это есть восточную в кавказской кухне такое блюдо сегодняшнего дня до уже присутствует он пробует моё мясо попробовал док говорит как бы суховато снаружи очень смотрится что это сухой но на самом деле когда он попробовал говорит мясо действительно сочная вкусная тоже готовится вот понимаешь кати скажите мне с каких пор это блюдо стало кавказским ну я ела в грузинских ресторанах всякий сатей из овощей я очень часто слышала что это блюдо называют в одессе одесский салат там и вам ли этого не знать знать я ела такое тоже честно говоря в грузинских ресторан лапша катерина сильно сильно тут снова мы встречаемся с хитростью катерины поэтому был это сатей или одесский салат и не судим все таки команда красный устанавливает не знаю какие из ваших страв я б з упевненістю назвал кавказьким не вдали соте розварений рис схоже вище на торгах збилися с правильного шляху тому и не упоролися с сегодняшним завданием что ж мы все скуштовали в основном у нас минус заробил плов как бы у нас плов був просипчастый был хорошо приготовленный то я думаю мы чтобы на ревне были как осенью команды вот вичуття интуиция мне не подказывала за це джо сын не вы лишь своими чудовими стремами просто залишили нас без слів очень хорошая работа молодцы поздравляю спасибо на балкон спасибо и я была так горда собой и я думаю боже думаю ну как бы я вот эту ответственность которую сначала конкурса получила на свои плечи и на свою совесть и на свою душу с легкостью отпустила в эти блюда в павильон и поняла что вот отлично не зря я это знаю папа ругать не будет колой актер сказал что раз он повинен выбрать кто будет в черном и я заразу потом ваша вина одяга не катя ну блин вот сочи выйду ой я понимаю что это сто процентов я конечно я уже не слышал глухой слепой дурной дебил конечно же я бы отделала катю пескову черный фартук с удовольствием но не в этот раз узнать она поработала достойно сработала здесь не будет повода одевать в остальном я на себя девачу на фарту очень просто я был капитаном все хорошо и поэтому ребят спасибо все классно хорошо на очень хорошо не на самом деле странно да как бы нет на самом деле руслан заслужил это черный фартук он себя обезвредил все но если там супер по справедливости досудить то нужно одевать черный фартук на тех кто готовил на меня на вику или на сашу екатерина работала почему я буду на нее брать перекладывать ответственность которую я возложил на себя с удовольствием и тем самым получу удовольствие сегодняшнего конкурса мне все понравилось всем спасибо всем спасибо вселенной эктор уже не не кажешь у выж понимаете руслан что черный фартук он вас мотивирует ну киужу все те черные фартук мотивируете мотивирует черный фартук черный фартук черный фартук черный да шо все таки носите ци можно забуду людей научиться че не будет это домой наверное уже это домой